Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами обсудим не очень радостную новость. Я бы сказал от слова совсем не радостную новость. Но особенно для тех, кто по каким-то причинам еще не приобрел себе Xbox Series. Да, вы можете на фоне заметить Halo Infinite, но о нем я выскажусь в ближайшем видеоролике. Но прежде чем мы начнем, ловите промокодик на кинопоиск HD для новых пользователей, с помощью которого вы сможете смотреть мультики, фильмы, сериалы целых 60 дней совершенно бесплатно. Помимо этого, вы получите доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. Если что, ссылку на активацию я оставлю как всегда в описании, и давайте начнем. Начнем с того, что буквально пару дней назад в сети появилась не очень хорошая новость, которая коснулась цен на игровые консоли от Microsoft. Если что, уже официально с 1 октября произойдет корректировка рекомендованных розничных цен на консоли Xbox. И поэтому Xbox Series X будет стоить 49 990 рублей, сейчас если что он стоит пока 45 990, Ну как, стоит, но вы его не можете найти, но все-таки стоит. Ну а серия СС будет стоить 30 790 рублей, сейчас если что она стоит 26 990. Многие из вас, скорее всего, этому не удивятся, ибо я заметил такую тенденцию, что оказывается большинство тех, кто не особо следит за новостями, были уверены в том, что такая цена и была. Ибо если вы посмотрите на перекупов и не на столь официальных дистрибьюторов, как там Nvidia, Dorado и так далее, то вы поймете, что стоимость 50k и 30k за эску это еще нормальная стоимость, поскольку чаще всего народ видит цену выше, ну ибо дефицит. Что происходит в данный момент, вернее произойдет с 1 октября. Ситуация станет еще ту же, поскольку та самая рекомендованная цена была как раз-таки для официальных дистрибьюторов. И если многие из вас смогли каким-то чудом урвать консоли по цене 45 тысяч рублей, 27k, то сейчас же цена вырастает и, соответственно, она еще сильнее вырастет у перекупов. И я думаю, что в такой же прогрессии, а именно в 3-4 тысячи рублей. И тут, знаете, вспоминая людей, которые около назад, ну, когда консоль еще не вышла, писали, мол, на старте консоль брать не буду, через годик по скидону возьму. Ну, а также вспоминаются те, кто ожидали какие-то новогодние скидки. Ну, чё сказать, не фортануло. Ну, верите. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Знаете, это, по-моему, первое поколение, в котором на старте консоль можно было урвать дешевле. И со временем оно только дорожает. Знаете, в голову приходит какая-то аналогия, что консоли нового поколения — это как вино. С каждым годом становится лучше и дороже. Хотя насчет лучше мы еще посмотрим. Почему это произошло, я вам точно сказать не могу. Но по официальным комментариям и за курсы рубля. Вы, конечно, можете в комментариях поспорить о том, что курс не изменялся особо. Можете применить абсолютно все ваши знания в области экономики и так далее. Но, знаете, в любом случае повышение, по большему счету, коснулось именно нашего региона. Ибо за рубежом я не слышал, чтобы Xbox как-то подорожал. И даже если вдруг причина совершенно иная, то легче от этого тем, кто только-только собирается покупать консоль нового поколения, явно не станет. Но в любом случае пишите в комментариях свои мысли по этому поводу. И да, ребят, маленький презент для тех, кто досмотрел до этого момента. Ребят, подписывайтесь на инстаграм, ибо скоро я там разыграю Resident Evil 2. Да, ссылочка будет на инстаграм в описании. А, да, кстати, если что, подорожает с 1 октября не только консоли, но еще и геймпады. Поэтому перед вами пока неофициальное повышение, но что-то мне подсказывает, что оно все-таки случится. Если вы вдруг изменений не видите, то дам вам маленькую подсказку. Все подняли на косарь. Если же простой черный геймпад можно было и можно сейчас купить где-то за 4400, то после 1 октября, скорее всего, будет стоить уже 5300, что довольно-таки существенно и как-то неприятно. Особенно тогда, когда ты осознаешь, что Next Gen геймпад от Плойки со всяким там гироскопом, фонариком и так далее стоит так же или там чуть-чуть больше. Единственное, во всей этой ситуации меня смущает лишь одно. Помните, в марте все хайтили Sony за повышение. Да, если что, Плойка подняла себя в цене почти так же, как Xbox сейчас на 34000, но это, по-моему, было где-то в апреле. Тогда майки сделали отличный переход для себя и, знаете, поступили, наверное, как благодворители, прям как поистине создатели консоли для народа. И, в принципе, повышение цен конкурента откомментировали таким образом. В данный момент мы наблюдаем за повышенным спросом на консоли Xbox Series. Мы хотим поблагодарить всех фанатов Xbox и заверить, что продолжаем работу с нашими ритейл-партнерами над тем, чтобы ускорить следующие поставки консолей. Рекомендуемая розничная цена остается прежней и составит 45 590 рублей за Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Ну, че сказать, как говорится, поблагодарили, так поблагодарили. Не прошло и года. Да, если что, данный комментарий был где-то 30 марта. Верил ли я этим словам? Пожалуй, да, поскольку я всегда верю заявлениям людям, которые там работают, ибо если так говорится, значит это официально. Но это официально, видимо, может просто быть изменено уже на следующий день. Это, знаете, то же самое, как новость про повышение цены на подписку. Сначала заявили, что они поднимают цену, потом они сразу же на следующий день свое решение поменяли. Но если та ситуация была больше положительной, поскольку мало того, что они не подняли цену, так они еще и бесплатный мультиплеер в играх ввели, то тут ситуация совершенно иная. Сначала хорошая новость, потом плохая, и, соответственно, негатив. И я лично склонен получить сначала кнут, потом пряник, нежели получить сначала пряник, а потом кнут. Вот, наверное, такие вот новости и делают большее количество негативной погоды. И как раз-таки из-за этого становится меньше веры в официальные какие-то положительные новости. Сначала одно, потом другое, и когда-то что-то обещается или комментируется, а потом происходит совершенно иная ситуация, которую ты себе представляешь, это как минимум минус доверие к следующим подобным новостям и комментариям. Да, и если разбирать все-таки их слова, то получается, что они даже не обманули, поскольку они сказали, что всего лишь остается. Ну, то есть остается на данный момент. А изменится или нет, они, по сути, не сказали. Это мы уже все придумали. Лично меня вся эта новость, по сути, не коснулась, ибо в моем доме уже две консоли нового поколения, одна у брата, другая у меня, и все они как бы были приобретены за первоначальную цену, чему я, собственно, очень рад. Но, честно, после этой вот ситуации я понимаю, что даже тогда, когда заявляют одно, не факт, что будет именно так, как сказали. Конечно, неприятно, но я думаю, что в этом случае играет и недопонимание, и проще внешний фактор, который меняется крайне быстро. Единственное, после таких новостей у многих появляется сомнение в младшей консоли, поскольку если 27 тысяч рублей цена была крайне шикарная, то покупать S-ку за 30 с чем-то для многих покажется уже не так якобы выгодно. Но, знаете, несмотря на повышение, разница в консолях по цене все равно осталась прежняя, ну, я имею первоначальную разницу. И как бы вы не сравнивали Xbox Series S, то это все еще пока самый отличный вариант под Full HD. Поскольку, опять же, есть сравнить ее даже с самой ближней консоли по цене, а именно с PlayStation 5 без дисковода, то разница окажется в 9 тысяч рублей, что довольно-таки весомо. Что в этом случае кому покупать, все равно решайте сами. Если, конечно, хотите, я могу более детально рассмотреть этот вопрос в следующих роликах, но я все еще такой позиции, что Xbox Series S это один из самых шикарных вариантов для того, чтобы опробовать Next Gen для Full HD. Да, конечно, может быть, у нее там мало памяти, может быть, кто-то сомневается насчет мощности, но, знаете, вот я уже сколько пользуюсь братом, вообще нареканий по этой консоли вообще нет, поэтому, если вы выбираете консоль и хотите как можно меньше заплатить, да, за вход в Next Gen и так далее, то Xbox Series S это просто реально, вот реально классный-классный вариант. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите свое мнение на этот счет, как на вас отразилась данная новость, коснулась, не коснулась, и если видос понравился, не забывайте ставить лайкусик и подписываться на канал. Кстати, да, еще не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте и на наш Телеграм-аккаунт, в котором вы найдете самые актуальные новости, мемы, слухи, ну а также розыгрыши. Если что, ссылку оставлю в описании. На этом точно все, поэтому большое спасибо за просмотр и до новых встреч.